Здравствуйте, друзья мои. Очень хорошо, что вы пришли. Проходите сюда, поближе к камину. Располагайтесь поудобнее. Одевайте наушники. Расслабьтесь. И слушайте. Сегодня мы будем читать произведение Михаила Николаевича Загозкина. «Вечер на Хопле». «Вечер на Хопле». Часть вторая. Антвардовский. В рассказе использован материал, распространенный в Польше легендой. о гордом Шляхтиче-Двардовском, занявшемся чернокнижием ради удовлетворения своих прихотей, продавшим душу дьяволу. В польской классической литературе о нем писали Мицкевич и Крашевский. Это было в 1772 году по взятии Краковского замка, который, сказать мимоходом, вовсе не так здесь намалеван. Промол его рассказчик, указывая на одну из стен кабинета. Но да, дело не о том, хотя суворов не было еще тогда, ни графом, ни князем, но об нем уже начинали шибко поговаривать во всей армии. Он стоял за своим небольшим корпусом, лагерем близ Краково, наблюдая издали за теницем и ланскроном. Астраганский гренадерский полк, которым я имел честь служить, полковым дитантом принадлежал к этому обсервационному корпусу. Наш полковой командир был человек добрый, отличный, храбрый и настоящий русский левософ. Почти все штабсы и обер-офицеры каждый день у него обедали. И кому надобны были деньги, то вшел к нему прямо, как в опекунский совет. Но вот что было круто. Наш полковой командир был женат. И это бы еще не беда. Да жена-то у него была такая нравная, что и боже упаси. Так что же прервал Зарудский, тем хуже для мужа. А офицерам-то какое-то этого дело? Какое дело? Повторил Кольчугин. Эх, сударь, время на время не приходит. Нынче после полкового начальника 1-й полку человек старший батальонный командир. А у нас бывало коре-полковник женат, так второй человек в полку полковница. А если она бойка, так вот маломальски маракует в военном деле, так и всем полку заправляет. Кто-то и есть батюшка. Нынче век, а то был другой. Я уж вам докладывал, что наш полковник был человек храбрый, не боялся ни пуль, ни ядер, а перед женой своей трусил. Она была женщина народная, видная, белорисцая, румяная. А ух, доль-то какая! Голосина какой! Ах ты, Господи, Боже мой! Что ей говорить? Город барыня! Не знаю, потому ли, что она любила своего мужа, или потому, что была очень ревнива, только никогда от него не отставала. Мы в поход, и она в поход. В то время, как наш полк стоял лагерем, она жила в Кракове, и хоть могла часто видеться со своим мужем, но решилась, наконец, совсем к нему переехать. Нашему полковому командиру это не вовсе было по сердцу. Да ведь делать-то нечего. Хоть не рад, да будь готов. Баларку перегородили, оделали в ней клетушек, а из самого-то большого отделения, где бывало мы все, пражничали с нашим командиром, сделали спальню, поставили широкую кровать с розовым атласным полотном. Я думаю, господа, вы все знаете, что Суворов не очень жаловал парень, особенно когда они шли в лагере и мешали с ним в свои дела. Да, он был еще тогда, только генерал-майор связи никаких не имел, а наша полковница происходила из знатной фамилии, и родные ее были в большом ходу при дворе. Другой бы на его месте похмурился, нахмурился, да на том бы и съехал, а наш батюшка Александр Васильевич и не хмурился, а вышел полковницу из лагеря. И теперь без смеха вспоминать не могу, эх, и проказник, подумаешь, уметь был, дай Бог ему царство небесное. Когда мы вышли в лагерь, он отдал приказ по всему корпусу, что если пустят одну сигнальную ракету до войскан готовиться к походу, во второй строиться перед лагерем, по третий снимать палатки, а по четвертый выступать. Он не любил, чтобы солдаты у него дремали, и потому частенько делал фальшивые тревоги то днем, то ночью. Бывало, пустят ракету, там другую, суворов объедет из лагеря, поговорит с полковниками, пошут с офицерами, поболокует с солдатами. Да тем дело и кончится. Вот этак с неделю погода стояла все ясное. Вдруг однажды после снойного дня ночью, часу в одиннадцатом, заволокло все небо тучами, хлынул проливной дождь, застучал гром, и пошла такая потеха, что мы света божьего не взвидели. Я на ту пору был за приказаниями у полковника. Жена его боялась грома, и чтоб не так была видна его, ей молния забралась на постель и затернулась с полоком. Однако ж не спала. Лишь только я вышел из палатки, чтобы идти домой. Глядь, аляя, сигнальная ракета, я назад докладываю полковнику, как, закричала барыня, которая сквозь холстинную перегородку вслушивалась мои слова. Да что, ваш полумный генерал вовсе, что дарихнулся в такую бурю тревожить из лагеря? Успокойся, варенька, сказал полковник, ведь это фальшивая тревога, может, старца, и второго сигнала не будет. А между тем, вели седлать мою лошадь, прибавил он шепотом, обращаясь ко мне, кто его знает, да чтоб люди были готовы. Я побежал исполнять его приказания, и вот гляжу, минут через десять зажипела вторая ракета, люди в полной амуниции высыпали из палаток, и начали строиться. прошло еще минут пять, чу, третья, хоть терраса, ссору шутить любил, да только не службы, да и народ-то был у нас такой наметанный, что и сказать нельзя. Закипело все по лагерю, в полмига, веревки, прочь, коле, вон, и по всем линиям ни одной палатки не осталось. Взвелась четвертая ракета, авангард выступил, за ним тронулся весь корпус, и мы потянулись по дороге на Локстрон. Ну, господа, не всякому удается видеть такую диковинку. Пока бегали в обоз, пока заложили коляску, прошло полчаса, и во все это время вспомнить не могу. То-то было смеху, представьте себе ночью в чистом поле под открытым небом двуспальная кровать с розовым атласным полоком. А дождь-то, дождь, так ли в меня льет? Ну, присмирела наша строгая командирша, Господи Боже мой, растрипала ее сердечной дождем, намокла она, матушка наша, словно грецкая губка. Куда вся ухо одевалась, вот этот везли ее кое-как назад в Брагово, а корпус, отойдя версты две, остановился опять лагерем. Я в жизнь мою никогда не видывал, чтоб кто-нибудь бесился так, как и ленилась полковница, когда на другой день проказник Суворов прислал своего адъютанта узнать о здоровье. А это батюшка Александр Васильевич скричал с громким охотом хозяин, что ей говорить, молодец. Да, это очень забавно, сказал Черенг. Только позвольте, Антон Федорович, речь кажется, была о сатане. А жена до полковника прервал Заруски. Да, это другое дело, а я говорю о нечистой силе. Постойте, батюшка, продолжал Кольчугин, дойдет и до этого дела. Дня через два, как полковница совсем уже обсохла. Пошли у нее новые затеи. Жить опять в лагере она боялась, а в крак остаться не хотела. Толковали, толковали и решили на том, чтоб сыскать для нее какой-нибудь загородный панский дом или мызу поближе к лагерю. Вести мы дело, кому хлопотать, как не дитанту. Вот я отправился с утра осматривать все дачи по дороге к Ланскрому. Выбрать было нелегко. Наша причудливая командирша хотела и большой дом и обширный сад, и чтоб никого не было живущих. И то, и все, целый день я проездил по дачам и смучил своего окутского коня. Да и курский шеребец под казаком, который ездил за мною, носил уже ноги волочил. Мы на одной мысе позавтракали, на другой пообедали, а когда стали пробираться назад в лагерь, то уж день клонился к вечеру, пока еще заря не вовсе потухла. Мы проехали верст пять, на дворе становилось все темнее и темнее, вдали свергала молния, она нами так затучила, что когда мы поехали лесом, так в двух шагах ничего не было видно. Сначала мы кое-как тащили вперед, но вдруг дорога по лесу как будто пустинулась, начала нас похлестывать сучьими, и лошади, наезжая на колоды и пеньки, то и дело, что спотыкались. Ох, плохо, ваше волгородие, пробормотал мой казак, никак мы заплутались. Видно, что так, Ермилов, сказал я, приподымая на поводу моего куцу, который в третий раз уже падал на оба колена. Вот это уж темно крабывает, продолжал казак, как бы Бог помог нам так раз и наткнуться на какое-нибудь жилье. «Постойте-ка, ваше благородие, кажись, вон там направо лает собака. В самом деле недалеко от нас послышался громкий лай. Мы поехали прямо на него и через несколько минут выбрались на широкую, обсаженную березами дорогу, в конце которой что-то белелось, мелькало конек. «Кажись, это топанская мыса», прошептал Ермилов, «Но слава тебе, Господи, нашли приют. Постой-ка, братец, сказал я, чтоб нам не заплатить дорого за ночлег, ведь мы не у себя, не на Святой Руси. Чай посольские топаны не больно нас жалуют. хорошо у них останавливаться с командой или днем на большой дороге, а ночью и в таком захолустье долго ли до греха уводят нас, да и концы уходят. А что, чего доброго ваше благородие прервал казак, почесывая в голове, ведь нас только двое, да куда ж нам деваться? «Погоди, Ерминов, сказал я, надо подняться на штуки. Я скажу хозяевам, что призван квартир еров занять эту мысу для полковой квартиры, и что завтра, чем свет, придет сюда первая рота нашего полка. И впрямь ваше благородие подходил казак. Букнем дико их постоим, так дело будет лучше. Коли они станут думать, что мы нарочно к ним приехали, и что завтра нагрянет к ним целая рота. Кренадер, так уж верно, никто не посмеет и волосом нас обидеть. Разговаривая таким образом, мы подъехали к высокому забору, сзади которого среди широкого двора стоял каменный дом в два этажа с круглыми башнями пугла. В одном углу светился конек, ни одной души не было видно ни на дворе, ни в доме. Все было тихо, как глубокую полночь, и только лаяла одна цепная собака. ворота были не заперты, мы подъехали к дому. Я слез с коня, вошел в сене, никого. Прямо передо мной лестницей вверх. Я начал под ней взбираться, сабля моя так стучала по каменным ступенькам, что казалось, можно было за версту меня слышать. Зайдя на лестницу, я приостановился. Все тихо. Кой черт, подумал я, неужели в этом доме нет никого, кроме цепной собаки? Проведя рукой по стене, я щупал дверь. Толкнул, она растворилась, вхожу, опять никого. Холодно, сыро, ветер воет, в окнах нет рам. Вот что, эта часть дома недостроена, но где же светился огонь? Кажется, левее. Я вышел опять к лестнице, прошел вдоль стены, еще двери отворил, ну, попал наконец на жилые покои. В небольшой комнатке, слабо освещенной, сальным огарком, двое слуг играли в карты, а третий спал на скамье. В ту самую минуту, как я вошел в этот покой, мне послышался вдали довольно внятный ковр, как будто бы от многих людей шара между собой разговаривающая. Но лишь только один из игравших в карты слуг увидит меня ушел во внутренние покои комнаты, то вдруг все утихло. Как зовут эту мысу? Спросил я у слуги, который остался вперед. Эту мысу, сказал он, глядя на меня так тахально, что я невольно смутился и не вдруг повторил мой вопрос. Ее зовут пьялый фулвард, отвечал наконец слуга, продолжая смотреть мне прямо в глаза. А как зовут хозяина? Да отвечаешь, а животное, когда тебя спрашивают, продолжал я, возвысив голос и подойдя к нему поближе. Слуга попятился назад и, взглянув на своего спящего товарища, пробормотал. Моего пана зовут Ян Дубицкий. Гайком Казимир. Ну, так и есть, сказал я, насиль ужин вас отыскали вашу нызу, ведь и меня хозяин. Почекай, пан. Гайк Казимир. Гэн Казимир. Третий слуга, который спал на скамье, вскочил и увидел перед собой русского офицера, закричал, золото есть, москаль. Зайди-ка, брат, вниз, сказал я, стараясь казаться спокойным. Там стоит казак. Казак скричал полусонный лакей, один казак. Пока мест один, скоро будет много, возьми у него лошадей, отведи их конюшню, а ему вели зайти сюда. Слуга не торопился исполнять мое приказание, он поглядывал, как шель ноет он на меня, то на своего товарища, и не трогался с места. «Ну, что же ты, глаза-то вымучил дурень?» закричал я повелительным голосом. «Иль не слышишь? Пошел, смотри, чтоб лошади были сыны». Слуга пробормотав себе что-то под нос, вышел вон, и в то же время лакей, который хотел обо мне докладывать, растворил дверь и пригласил меня в гостиную, пройдя на небольшую столовую, я вошел в комнату довольно опрятно убранную и освещенную этвами обосковыми свечами. В одном углу выставлено было к стене несколько усами и с полтюжины конфетиратов валялось по стулем и окнам комнаты. Хозяин человек лет пятидесяти с бредлинными усами, с подбритой головой в синем кутюше и желтых забожках принял меня за всю неважность польского магната. Развалясь непрежно на канапе, он едва кинул мне головой и показал молчану табуретку, которая стояла его в шагах пяти. Ах, черт возьми, вся кровь во мне закипела, я позабыл, что положение мое было вовсе незавидное я задумал только о том, что имею честь носить русский бюдир и служить в астраханском крымодерском полку капитану. Не отвечая на его обидный поклон, я толкнул ногой табуретку, уселся возле подле него на канапе и, вытащив из кармана кесец табаком, принялся, не говоря ни слова, добивать мою трубку. Казалось, это нецеремонное обращение смутило несколько хозяина, помолчав несколько времени. Он спросил довольно вежливо, откуда я еду. Из лагеря отвечал я, продолжая напевать мою трубку, и, верно, пан поручик капитан, прервал я его, кивнув в гордый взгляд на хозяина. Перепрашу. Верно, пан капитан запутался в этом лесу. Нет, я прямо сюда ехал. Сюда, повторил хозяин с приметным беспокойством. Да, продолжал я, раскуривая спокойно мою трубку. Ведь эту мысу зовут Биялый Вонборг. Так, а вас, паном Тупицким, так есть. Я призлан сюда к квартире. Верно, у вас назначена полковая квартира Астраханского кренодерского полка. Полковая квартира, скричал капитан с пройден с конопа. Да, завтра, чем света, может быть, сегодня ночью придет сюда первая рода нашего полка. Да садитесь, пан Тупицкий, прошу покой. Тут взглянул я на моего хозяина, вытянувшись в струнку. Он стоял передо мной, как лист перед травой. И на лице его происходили такие эволюции, что я чуть было не лопнул сосны. Огромные усы шевелились, глаза прыгали со стороны в сторону, а как холм на голове стоял почти дыбом. Да, с минуси, пан капитан долопил он, наконец, куда девать и целую роту. Найдем, для всех места найдем. Но рассудите сами. Айфан Тупицкий прервал я, развязывая шар и снимая мою взагну. Военные люди не рассуждают, делая то, что приказано. Вот и все тут. Ясус Мария, продолжал хозяин, поместить целую роту. Да каким же способом я сам больной, а я женой живу только в трех комнатах. Волна, так ли, сказал я, дом-то, кажется, у вас велик. Я к вам на Бога бывал, но мало ли, мыс, и лучше, и просторнее моей, никому в голову пришло. А вот прервал я пан Тупицкий, как мы выпьем с вами по рюмке Венгерского, так я скажу, кому пришло в голову занять вашу мысль. Зарас, пан, зарас, эй, хлопец, не беспокойтесь, сказал я, подходя к столу, на котором стояли две бутылки вина и несколько порожних и налитых вюмок. С нас будет и этого, до вас, пана. Хозяин приметным образом смешался, и когда вошел слуга, то он, пошептав ему что-то на ухо, сказал, обращаясь ко мне. В самом деле, а я был вовсе забыл, что пробовал сейчас моим экономом это вино, которое я вчера купил в Кракаре. Но что вы о нем скажете? Славное вино, настоящее венгерское. Но пан Дубицкий продолжал я, выпив еще рюмку. Теперь я вам скажу, кому пришло в голову занять вашу мысль. Полковая квартира простает у вас день. Много два, но наша полковница останется у вас жить. И надолго ли этого сказать я вам не могу. Ей в Кракаре так много наговорили хорошего об этой мысе, что она хочет непременно вас погостить. Парся цинкую, законно рассказал хозяин, но я желал бы знать, кто расхвалил вашей полковнице пьялой фоловок. Уж верно, злодеи мои, пан маршалот, пан Замборский, пан Кланович, не дьяволи, везбам. А что ж, мне кажется, они говорили правду. Да будь же ласков, с милостью пан капитан, скричал отчаянным голосом хозяин, где будет жить ваша полковница. Во всем верхнем этаже отделано только три комнаты, в которых я замку и как помещаю. Конечно, внизу покоев довольно, но я не знаю, можно ли будет и в них ночевать. А почему же нет? Эх, мы в бане доброт зи, до Карабонска есть. Да, ли будет так. Я и сам лишь только жене моей буду. Будет получше, перееду в Краков. И уж верб этот дом никогда не будет до строю. Ну отчего же, спросил с невольным любопытством. О, пан капитан, вы человек военный, так может сдаться, мне не поверите. Да что такое? Слыхали ли вы когда-нибудь о бане Твардовском? О бане Твардовском, повторил я, и только что хотел было сказать, что нет, как вспомнил, что читал однажды русскую сказку о храброй офисе Алёше Попыловиче, где, между прочим, говорится о польском колдуне бане Твардовского, с которым русский богатырь провозился целую ночь. А, знаю, знаю, сказал я, этого пана Твардовского или Твардовского утащили черти, не только утащили, прервал хозяин, а даже протащили сквозь каменную стену, на которой, как рассказывают старики, долго еще после этого и были кровавые пятна. Собаки, собачья и смерть, сказал я, да что же общего между вашим домом и этим проклятым колдуном? А вот что, мой спар это вроде, мой дом построен на самом том месте, где некогда стояла замок Твардовского. Неужели, скричал я, поглядев невольно вокруг себя, да, либо так, продолжал хозяин, а что всего хуже, так это то, что весь этот нижний этаж моего дома построен из-за развалина старого замка. вот что прошептал я сквозь зубы, да, если прочее, прибавил я, это было уже давно, конечно, давно, пан капитан, да, вот этого мне не легче, каждую пятницу около полуночи в нижнем этаже моего дома подымается такая возня, что стены трясутся, каждую пятницу, да, говоря, что в этот самый день черти протернули два на двор пил сквозь стену и утащили к себе в приспотнюю. Эта стукотня продолжается на град целую ночь, все окна светятся, начнется ужасный войн, потом сделается опять темно, а там снова разольется по всему нижнему этажу такой свет, что можно снаружи видеть все, что делается внутри. «И что же так делается?» спросил я, стараясь казаться равнодушно. Однажды только отвечал хозяин мой прежний экономик, решился заглянуть туда снатворье. Давид не увидел такие страсти, что у него язык отнялся, а когда он стал опять говорить, так ничего нельзя было понять из его слов. Отчего ж? Оттого, что он был в жестокой горячке, а когда выздоровел? Да, он не выздоровел, а на третий день умер. Вот что, повторил я, опять сквозь зубы что-то похожее на лихорадочную дрожь, пробежал по моим членам. Но ведь вы говорите, промолвил я, промолчав несколько времени, что это бывает только по пятницам. Так, мой спальник, добродье, да ведь сегодня пятница, в самом деле и у вас в верхнем этаже нет ни одной свободной комнаты, дали, букне, кроме спальни моей жены, этой гостиной, где живут ее в сиденьке и столовой, где сплю я, нет, ни одного, ни одного живого покоя, но если припаял насмешливой улыбкой поролюк, пан капитан не боится, если я боюсь, боюсь, и это говорит польский капитан русскому офицеру, ух, батюшки, так меня варом и обдало, мне, капитану астраханского гривнадерского полка испугаться голдуна и доброго еще русского, ах, черт возьми, да если бы сам сатана в польском контуже явился передо мной, так я и тогда бы скорее умер, чем навершок от него попятился, извините, пан дубицкий, сказал я, вставая, я не боюсь ни пана двордовского, ни пана черта, ни живых, ни мертвых, и ночую сегодня в вашем нижнем этаже, как угодно, по крайней мере я вас предупредил, и если что-нибудь случится, не беспокойтесь, и у меня, и у моего казака есть по паре пистолетов и подзамли, так живых мертвецов мы не боимся, а с нечистой силой справиться нетрудно, не погневайтесь, ведь мы не по-латыни читаем наши молитвы, прикажите мне показать мою комнату, зараз вам, да не угодно ли вам чего покушать, благодарю, я не ужинаю, а если позволите, возьму с собой эту бутылку имперского, и разобью ее за упокой души вашего двордовского, только не советую ему мешать мне спать, мы русские незваные гостей не любим. Хозяин проводил меня до передней, в которой к удивлению моему я нашел казака в большом ладу с людьми дубинского, он подтягивал с ними притружески горелку, и судя по двум полуштофам, из которых один уже был пуст, а в другом осталось вино только на донышке, нетрудно было догадаться, что непорядком у гостей Ермилова. Я еще более уверился в том, когда он, проскочив за скамей, начал хвататься за стену, чтобы не повалиться в его ноги. Ну, плохой же будет у меня товарищ, подумал я, но делать было нечего. Один слуга пошел вперед за свечой, а двое повели из лестницы казака, который, несмотря на мое присутствие, беспрестанно лопызался за своими провожатами, благодаря их за дружбу и пощадь. Когда мы спустились с лестницы, слуга пошел впереди, отбер огромным ключом толстые двери, и мы вошли в большую комнату со сводами, я нехотя заметил, что провожатый мая робко посматривали во все стороны и с приметным беспокойством прислушивались к шелесту собственных шагов своих. Он расставался под сводами обширной комнаты, царых и мрачных, как церковные подземные склепы и доставало только одни гробов, чтобы довершить это сходство. Мы вошли наконец в одну угольную комнату, которая более других походила на жилой покой. Множество фамильных портретов, по стенам тюшины две стулью, обитых черной кожей, канапая кровать с шелковым пологом, большинственные часы и дубовый стол, на который слуга поставил свечу, а я бутылку венгерского застарили все убранство мое обочивание. Слуги пожелали мне спокойной ночи, вышли вон. Не стыдно ли тебе Ермилов, сказал я казаку, который, прислонясь к стене, старался как можно бодрее стоять передо мною, но выпил бы стакан другой, а то посмотри, как натянулся. Никак нет, ваше благородие, пропормотал казак, прикажите, по одной дощечке пройду. Волчи, скотина, слушаю, ваше благородие, где мои пистолеты, в чушках, ваше благородие, и ты оставил их там, на конюшне, ничего, ваше благородие, народ здесь честный, все будет целым, подай мне свои. Казак вынул из сабоя свои пистолеты и подал мне, сказал, да изволить осторожно, они заряжены пулями, знатные пистолеты, уж тешние люди ими любовались, любовались. Хороши, пошел, ложись вон на это канапе, да постараясь выспаться проворнее пятница. Казак, пробираясь вдоль стены, дотащился до канапе, прилег и в ту же минуту загоропел. А я взял свечу и прежде всего мотовил двери моей комнаты. Они забирались снаружи, а внутри не было ни крючка, ни задвижки. Это обстоятельство мне очень не понравилось, но делать было нечего. Притворив как можно плотнее двери, я взглянул мимоходом на подчеркневшие от времени портреты, которыми увяжены были все стены. Во всю жизнь мою я не видывал такого подбора зверских отвратительных лиц, бритые головы с хохлами, отвислые подбородки, нагмуренные брови, усы, как у сибирских котов. Но словом, что портрет дороже и одна другой отвратительной. Ай, да красавцы, подумал я, но если домовые, которые изволят здесь пошаривать, не красивее их, так признаюсь. Более всех поразил меня портрет какого-то цветочного буквы, с золотой цепью на шее, в черном балагоне и с высокой четырехсторонней шапки, его сухое и бледное лицо, зачесанное книзу усы и выглядывающие из-под новейших бровей косые глаза были так безобразны, что я в жизнь мою ничего каши не видел. Несу на золотеной раме было написано имя пана Твардовского. Так вот он, скричал невольно, ну, хорош, голубчик, и он же приходит с того света живых людей пугать. Ах, ты, чертова чучела, промолвил я, плюнув на портрет. Да не бойся, меня не испугаешь, еретик проклятый. Не знаю, почему, но я не чувствовал себе никакой робости. Мне казалось, что больше и черти должны бояться русского офицера, а при том рассказ моего хозяина, хотя и произвел на меня некоторое впечатление, но я знал, что поляки любят при случае отпустить красное словцо и сделать из мухи слона. Впрочем, подумал я, принимаясь за бутылку венгерского, если в самом деле нечистая сила прокатит в этом доме, так что ж, пошумят, пошумят, да тем дело и кончится. Хорошо, демону, шутить сердечком, а ведь я православный. Рассуждая таким образом, я скинул верхнее платье, положил подли на себя сабли, пистолеты, сотворил молитву, перекрестился и, влепнув еще токайского, улегся на постель. Свет от воскового картка, который я не показил, падал прямо на противоположную стену, и, хотя слава, но вполне освещал, вполне достаточно. Несмотря на то, что я вовсе не трусил, ожидание чего-то необыкновенного не давало мне забывать глаз. По временам мне казалось, что все эти портреты как будто подошвлялись, что один моргал глазами, у другого шевелился урс, третий кивал мне головою, и, хотя я понимал, что это происходило от того, что он меня начал жеребить в глазах, а, несмотря на это, заснуть не мог. На дворе бушевала погода, был ветер, дождь лил, как из ядра, но подли меня и по комнатам все было тихо и спокойно. Уж не подшутил ли надо мною хозяин, подумал я, чего доброго, эти поляки любят забавиться над нашим братом, русским офицером. Вестимо дело. когда силу не берет того чем-нибудь душу отвезти, я теперь думаю, как не поспить всю ночь проклятый москаль, так мое венгерское выйдет ему соком, а не брешешь, мой спар на доброте, засну. Я пустил закинутый полог и принялся думать о старине, о матушке Москве белокаменной, обресненной в бурдах, в красном домике с зелеными ставнями, о моей удочи Михайловне, с которой я был тогда пологом, о том, о сем, и вот мало-помалу меня стало затуманивать, одолела дремота, и я заснул, в то самое время, как мне снилось, что я прогуливаюсь с моей невестой по девичьему полю, как будто вы толкнули меня под пол, я проснулся, ба-ба-ба, что такое? Кажется, соседнем покоя светло, оттернул полог, лежу точно, не размышляя долго, я вскочил с постели, взял руку пистолет, и подойдя она цыпочка к дырям, растворила половинку, но это еще не очень страшно, посреди комнаты стоит большой стол, на столе огромное блюдо, накрыто чем-то белым, а кругом 30 стульев, посмотрим, подумал я, кто это здесь собрал за ужинать, и прошло пяти минут, как вдруг, вдали, как будто по заверсту послышалось унынное пение, все вот ближе, ближе, эх, да это никак, поют за упокой, напев точно погребальный, только слов неслышно, чух, все это замокло, и вот опять, да уж безехонько, как заревут, господи, боже мой, кто в лес, кто по дрова, и вопят, как мокилою, и насвистывают блясовые песни, а за том да какой, шум, гам, вдруг двери в комнату, в которой стоял накрытый стол, как будто бы от сильного вихря распахнул нестастяш, и полезли в них да все то сауна, и в белых колбаках с наличниками, но не дать нельзя, как висельники, они входили в попарку, а позади всех четверо таких же пугал несли, пугал несли на носил как мертвеца, и лишь только эти последние перешепнули через порог, как вдруг все опять завыли, а мертвец приподнялся и сбросил с себя белую пелену, который был покрыт, гляньте, точь в точь, как этот портрет в черном платье, такой же четырехсторонний шатки, на шее золотая цепь, лицо бледное, усы по две четверти, ах, так и есть, это колдун банк двортовский, но, господа, что греха доить, трог головом неоритивая, меж тем, вся эта сволочь разместилась по комнате, одни дали рядышком вдоль стены, другие усели за столом, сам мертвец расположился на первом месте, только против него один стул остался порожний, и вот, грешу, колдун манят меня пальцем, что делать, подумал я, идти, худо, не идти, стыдно, неравно еще эти польские черти подумают, что я их тружу, так и быть, смелым бог владеет, пойду, не выпуская из рук пистолета, я подошел к столу, колдун указал мне молча на порожний стул, вот что, так видно я был в счету, добро, добро, посмотрим, что будет, я сел, хотя от времени до времени меня подирал мороз по коже, но я все еще не терял духа, и тому же, все же, эти святочные пуклы сидели и стояли очень смирно, можно было услышать, как муха пролетит, и даже сам колдун выпучил свои оловянные глаза, сидел торчинно и неподвижно, как набитая чучела, прошло минут десять, все тихо, черти молчат, колдун таращит глаза, а я посматриваю на все честное компанию, жду, чем дело закончится, вот стенные часы в моей спальне зашипели, с треском завертелись колеса, и колокольчик засенил, раз, два, три, чу, полночь, еще двенадцатый звонок не откутил, как вдруг, колдун зашевелил усами и гевну головой, один из его собеседников встал, протянул длинную костяную руку, скорзил свои гречковатые пальцы и хватил за самую середину белую шаринку, которой покрыло было блюдо, поднял ее кверху, ух, батюшки, и теперь не могу без страха вспомнить, крышун на блюде лежит человеческая голова, да еще какая, ах ты, господи, боже мой, растут еще и нос, два моих кулака, рот до ушей и глаза по ложке, ну, екнуло во мне сердечко, эко-блюдо изготовили, ешь, заревел хрипло голосом колдун, ешь, повторил хор, вся нечистая сила, ой-ой-ой, плохо дело, хочу встать, ноги подгибаются, хочу творить макий, молитву, и с их не шевелиться, а черти и колдун вот так и пялятся на меня глазами, наконец я кое-как промолвил, чур меня, чур, да воскреснет Бог, и что же, голова зашевелилась, начал отразнить меня языком, и защелкал зубами, ах, и молитва не берет, худо, не помню сам, как мне пришло в голову от страха, что, только я поднял руку с пистолетом, почти умер втул, в эту чертову башку, свел курок, бац, не тут-то было, все черти захохотали, а голова раскрыла огромную пасть и словно из бочки, как грянет пазом, польскую базуру, руки у меня опустились, глаза запестрела, все вокруг пошло, а тут он в углах поднялся звон, стол запрыгал, черти завертелись, как волчки, и я упал без памяти на пол. Не знаю, долго ли пролежал без чувств, но как очнулся, так еще было темно, на дворе ревела гроза, но в комнатах опять все затихло, и стало нет, свечей так же, только в спальне чуть-чуть теплился, догорающий окарок, нескоро я образумился, да уж зато лишь только вспомнил, что со мной было, то откуда брыз вазе, мигом отделался, растолкал Ермилова, потащил с собой в конюшню, разбудил панских конников, и через полчаса ехал уже пять полису, к свету мы добрались до лагеря, и, вязь к своему полковнику, я так его перепугал, что он тотчас же послал за полковым лекарем, на мне лица не было, Мартын Адамович, пощупал мой пус, объявил, что у меня жесткая горячка, прописал лекарства, я его не принял, проспал целые сутки, и через два дня отправился опять искать дачу для нашей полковнице, и с тех пор вы никогда не встречались с паном Тубицким, спросил Зарубский, нет, Алексей Михайлович, я слышал только, что у него на войне перед самым концом кампании захватили целую кампанию конфедератов, и что после небольшой драки эти господ с одним из наших летучих отрядов казаки взяв хозяина и многих своего товарищей в плен зажгли и разорили до основания пьялый фугварок. Так вы думаете, Антон Федорович прервал с улыбкой черемухи? Уж верно, в числе этих пленных конфедератов было несколько бесов, а может быть, и сам колдун Твардунский попался в руки казакам? Вот уж этого батюшка не знаю, отвечал однокровно Кольчугин, заливая свою трубку. То есть, Прохор Кондратьевич, сказал хозяин, ты хочешь намекнуть, что эту ночную комедию сыграли с нашим приятелем пан Дубицкий и его гости для того, чтобы отделаться от постоя, не правда ли? Что вы, что вы, скричал черемухи, да это мне и в голову не приходило. Уж я вам докладывал, что я всему на свете верю. Если бы это проказали поляйки, так голова бы не запела басом, когда у нее выстрелил Антон Федорович из пистолета. Правда, у пьяного казака нетрудно было разрядить пистолеты, но ведь одна догадка и доказательство. И, по-моему, всего вернее, что тут замешалась нечистая сила. Ты забавляешься любезно, прервал он за ручки. А я так скажу вам, почтенный Антон Федорович, без всяких обеняков, что вас отурачили поляки, им нужно было как-нибудь избавиться от постоя. А чтобы одеться в сгородной платье, просунуть голову сквозь прорезанные столы блюда, разрядить пистолеты пьяного казака, так воля ваша, на это немного дадут на хитрости. Знаете ли что, я на вашем месте сам бы порядком над ними позабавился. Вам стоило только притвориться, что вы хотите отведать блюда, которым вас бончуют. И если бы вы одной рукой схватили за вас эту жареную голову, а в другую взяли бы за столовый нож, так я вас уверяю, она не запела бы басом на зонку, разве протанцевала бы ее на своем блюда. Антон сувору. Да, дядюшка, если хотите, я расскажу вам об этом. Слушайте. всем спокойной ночи и сладких снов. До следующей встречи у камина. Не забывайте поставить лайк и написать добрый комментарий в поддержку канала. Всем спасибо. Пока-пока.